Весна-панорама 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 Мы выполнили минимум задачи, которые ставили перед нами. Вышли, конечно, хотели с первого места, но не получилось. Вологда была на порядок сильнее нас, но все-таки мы все равно со второго места вышли в первый восьмерт. Попали опять на Рязань вы, да? Опять на Рязань попали. Была принципиальная игра, и мы опять не смогли выиграть. Так что... Ну вот ты в комментариях и вообще в Рязани, конечно, вас засудили, пять очков проиграли. Здесь в чем дело? Здесь мы сами проиграли игру, не было ни помощи со стороны судей, ни с кого. Просто сами не смогли выиграть игру, опять в концовке проиграли. Так вот получилось. Марина Анатольевна, она экспрессивный человек, она постоянно кричит, жестикулирует вас, наставляет на путь праведный, если можно так сказать. А без нее вы собирались, рассуждали, обсуждали, находили какое-то решение? Конечно, мы пытались что-то там игроков разобрать, как-то поговорить вместе, но все-таки тренер помогал нам. Спасибо ей, что так у нас тренирует и настраивает на игры. Ну на последний матч вы выходили, то есть уже было... Ну вот для меня не важно, что седьмой или восьмой, а вы сами как вот на последний матч вы ходили? Нет, нам было важно именно выиграть эту игру. Игру принципиально уже для нас главная была победа, никакого поражения. То есть мы должны были сто процентов выиграть игру, но мы выиграли ее с большим отрывом, плюс 20 очков, но с ромой игры хорошие не показали. Может быть у вас была какая-то саму спокойность? Ведь в том году вы ехали, волнение было, были отмобилизованы. В этом году опять же ездили в первую, опять на такой же финал. Может быть саму спокойность присутствовала? Может быть, я не могу объяснить, почему мы так играли и сам еще не разобрался. То есть вы также, как Мария Анатольевна, считаете, что это неудачный результат? Конечно, неудачный. Мы должны были попадать в четверку, и это была максимальная задача для нас попасть в тройку. Денис, вы знаете, я позволю с вами не согласиться, вы попали все-таки в десятку лучших команд школьной баскетбольной лиги КС Баскет. И это достойный результат для нашего города. И позвольте все-таки вас и всех игроков нашей команды, всех тренеров поздравить, и будем надеяться на новые успехи. Спасибо большое. В Таиланде, в древней столице Сиамы Айотайе, прошел традиционный девятый международный турнир по тайскому боксу, где среди более ста спортсменов были и угличане, выступавшие в группе «Б» среди полупрофессионалов. Всегда желал поучаствовать, но так как не всегда позволяет здоровье, приходилось только заниматься, брать опыт у тайцев, у ведущих специалистов, чтобы потом нашим ребятам можно было что-то действительно показывать на профессиональном уровне. Желание было, но в этот раз приехали тоже только позаниматься с планами, посетить много школ с ведущими мастерами и с ними как бы понять их старые техники. Но поступило предложение от организатора одного из международных этих турниров, бранка «Гримсик», немца по происхождению, который это организовывает. И мы решили поучаствовать, почему нет, потому что ярославская команда выделяла двух бойцов, которые были готовились, оказывается, почему-то мы не знали. Но тем не менее, мы посмотрели с учениками друг к другу в глаза и за столом буквально за две секунды приняли решение, что мы участвуем. Воспитанница Станислава Просекина Алена Куч и тренер клуба Евгений Митков рискнули. И риск был вознагражден. Оба они стали победителями турнира. Проиграть на земле Таиланда – это вообще позора не существует. Это нужно набраться отваги, чтобы выступить именно там, на родине тайского бокса. Потому что это серьезно. И все бойцы готовятся долгие годы, по полгода, чтобы там себя показать. Ну а то, что заняли первые места и Алена, и Евгений, они превзошли себя или это было ожидаемо для вас лично? Для меня было неожидаемо. Я, конечно, планировал, что как выступим, так и будет замечательно. Просто на санфактной исторической земле Аютайя, старинный город Мека, тайского бокса. И люди посмотрят на нас, тайцы, у которых мы занимаемся, им очень радостно, когда люди выступают. В финале Алена Куч, которая уже второй раз побывала на родине тайского бокса, сумела одолеть австралийскую спортсменку, которая на 14 лет старше угличанки. Я думаю, что 80% боя всегда зависит от психологического настроя. То есть до меня билась девочка из Ярославля, так же переживали, так же свои. Она психологически была вообще не настроена, то есть ее подавили. То есть, я настроилась, думаю, да я должна, это Россия. А к поражению была готова? Да, я, если честно, всегда готова к поражению. Я считаю, что любой спортсмен должен уметь проигрывать, должен осознавать свои ошибки, работать над своими ошибками. В чем разница ваше превосходство в финальном поединке? Я думаю, техникой, наверное. То, что я смогла как бы больше ударов. Я бы играла по баллам. То есть, соперница была достойная, самая сложная, я бы сказала, что это самый сложный бой вообще из моей жизни, самый тяжелый. На самом деле это, да? Да, это очень тяжело. Она, во-первых, побольше меня, она инструктор по тяжелой атлетике. Удары у нее тяжелые, бились без шлемов, то есть очень тяжело было. В единоборствах очень многие спортсмены жалуются на судей. Как там судейство было? Судейство очень честное. Судили тайцы, как бы все по-честному. Справедливо. А зрители вас поддерживали? Да, тайцы. Я, по моему удивлению, кричали вообще за Россию. Россию там вообще любят, уважают. И как бы все болели за Россию. Алена, мы надеемся, что это не последняя ваша победа. И на таком уровне еще и выше. И желаем вам только побед. Спасибо. Я хочу большое спасибо сказать Никитину Александру Львовичу за спонсорскую поддержку, за его помощь. Просто большое спасибо. В отличие от Алены, тренер Евгений Митков в Таиланде был впервые. Евгений, когда вы получали вот этот красивый поиск, какие ощущения у вас были, какие чувства, какие мысли? Если честно, в тот момент я даже не осознавал, что со мной происходило. Но был очень рад и гордился, что получилось. Все как хотели, как планировали. К чему их долго готовились? Если честно, я очень сильно переживал, но выходя на первый бой, я не имел морального права проигрывать. Потому что я понимал, я дерусь не только за себя, но и представляю флаг своей страны. Как французов одолели в полуфинале? Ну, там, я считаю, все равно был момент везения. Потому что, если бы я ему не пробил по печени, то, может быть, на полу я оказался не он, а я. Как бы стечение обстоятельств, потому что противник был очень сильный, я почувствовал это с первых моментов боя. Слабых там нет, это понятно. А ключевой момент финального боя отлично для вас какой был? Что явилось ключевым моментом? Ключевым моментом. Вот в финале я, наоборот, чувствовал себя намного увереннее уже. Может, меня окрелила как бы первая победа, потому что уже не было такого переживания. Я уже шел, можно сказать, с уверенностью, что победа будет моя. Так на тайской земле в честь угличан был поднят российский флаг. Это были слезы, радость и счастье, когда мы подняли российский флаг, когда Евгений вот получилось французом. Француз когда разминался, если честно, я к нему подошел и сказал, может быть, будем сниматься, потому что это настолько был опытный. Видно, как с точки мастерства боец. И мне было очень, если честно, опыта есть у нас, хватает. Но так как мы выступаем по смешанным недоборствам, то специфика локтей и коленей очень опасна. И я боялся, что мы можем пропустить не очень готовы именно в этом направлении. Но как показали себя, что мы можем работать и достойно. А кто-то из других угличан достойно выступить в Таиланде, на ваш взгляд? Да, есть из ребяток молодого поколения, которые уже могут. Единственная нам бы финансовую поддержку, и можно было вывести. И попробовать, ребят молодых. Я, конечно, не берусь, чтобы мы можем привести результаты, но потому что это все-таки, мне кажется, еще удача и везение. Но пробовать можно. Поняли так, что это не так страшно, как оказывается, что мы можем тоже выступать на достойном уровне и защищать честь нашего города. Спасибо, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Подходит к концу чемпионат Ярославской области по баскетболу среди мужских команд. Четыре лучших коллектива продолжат борьбу в плей-офф, но нашим спортсменам пока такие вершины недоступны, хотя и авансов выдавалось на этот сезон столько, что можно с лихвой и другим раздавать. В минувшие выходные угличане встречались с одним из лидеров первенства студентами Ярославской медакадемии, у которой, впрочем, тоже есть проблемы со сменой поколений. Чемпионат очень интересный. Появилось много очень самобытных команд хороших. Плюс, сказано, что работа школ тоже переслали, особенно у Углича. Поэтому команда в Угличе очень приличная. Еще годик-два и мужские команды уже в этих городах, в наших районах, составят больше конкуренции. Я надеюсь, будут биться за призовые места. В вашей команде смена поколений уже состоялась, совсем молодые ребята, и все равно вы боретесь за первые места. Как это вам удается? Еще не состоялась, она идет, смена поколений. У нас играют три опытных игрока, на базе которых строится команда, которая была всегда в медакадемии. В основном у нас команды составляют первый, второй и два человека, третий курс. А откуда они? Все ярославские или нет? Нет, ярославских нету. Ярославским не поступить, потому что балл ПГ очень высокий, медкабе не поступить. В общем, работаем с тем, что есть. Как правило, приезжают из Вологды, из Брянска, из Архангельска, ну и Сокола. Вот ребята, которые любят баскетбол, с ними занимаемся. Мы с вами общаемся уже не первый раз, вы всегда говорите, что в Угличе хорошая команда, что пройдет еще немного времени, они подойдут к тому, чтобы войти в четверку. Но что-то вот не получается. В чем секрет? На мой взгляд, получается. Мы общались несколько лет назад, команда очень хорошая была. Но дело в том, что, я так понял, тоже идет какая-то смена поколений. Сейчас очень много спортшколовских ребят, молодых, которые уже на устах не только ярославского баскетбола, федерации баскетболской, но уже и России. И просто опять же идет небольшой перерыв между поколениями. В каждой команде, я считаю, должен быть опытный дядьки-наставники, среднее поколение и молодежь, которая тянется. И когда происходит в среднем поколении или среднего звена его нету, то происходит такой разрыв. И непременно после чего следует спад команда. Вот у нас то же самое произошло, но сейчас стараемся это наладить. И вот в Угличе, мне кажется, команда уже росла, росла, уже очень сильно играла команда. И такой небольшой перерывчик, как мне кажется, возник там в течение нескольких лет. Сейчас команда опять, как говорится, растет. Поэтому я не комплименты пою, а считаю, что это так. Сегодня вы проехали однозначно за победой или какая-то интрига будет сегодня? Ну, нам однозначно надо выиграть. Нам проиграть никак нельзя. Турнирная таблица, это команда так получается, что 4 команды сейчас претендуют на попадание в финальную четверку. И команде Миндакадемии никак нельзя проигрывать. Углич может проиграть, но мы никак не можем. Будем стараться выиграть обязательно. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо. В начале встречи нашим игрокам удавалось сохранить паритет, но в итоге ярославцы оказались сильнее. И теперь из 11 команд Углич претендует на 8-9 место в таблице. В детско-юношеской спортивной школе нашего района уже больше года работает уникальная информационная система. Единственная в своем роде в Ярославской области. Сайт Углич Спорт, новости в социальной сети, уникальные записи. И что уж совсем выбивается из понятия провинции, трансляции онлайн. И всем этим занимается в спортшколе всего один человек. Вот именно в этой радиорубке физкультурно-оздоровительного комплекса и творит свои чудеса методист по информационному обеспечению детско-юношеской спортивной школы Андрей Капустин. Все начиналось, конечно, с идеи. Идея была первоначально создать школьный сайт. Это простая функция, которую должно выполнять любое образовательное учреждение, информировать о каких-то официальных вещах всех желающих. Но поскольку у меня было немножко больше знаний в сайте строения, чем у любого другого работника обзывательного учреждения, вместе с директором решили, что постепенно можно увеличивать нагрузку на сайт и информационно больше освещать мероприятия, чем просто какие-то стационарные новости. В данном случае изначально появился, после этого появился именно Углич-спорт, который впоследствии немножко неправильно окрестили порталом спортивным города Углича. Это все равно сайт спортивной школы и не более того. Но работая именно в этом направлении, мы понимали, что только зацикливаться даже на тех видах спорта, которые есть в школе, мы не сможем. Мы различным образом пересекаемся с другими видами спорта, организуем соревнования, которые проводят областные федерации и так далее. И постепенно у нас вылилась такая достаточно большая стратегия сформировать систему информационного сопровождения спортивных мероприятий, которые проходят в Угличе, в Угличском муниципальном районе и с участием спортсменов из города Углича. То есть все это родилось не сразу, все это постепенно. Как вы к онлайн-трансляциям подошли? Онлайн-трансляции, они были в задумке изначально, но было совершенно непонятно, как это делать, поскольку ни одного примера такой реализации или какой-то близкой реализации вот этих вещей не было вообще нигде. Технически, конечно, понимали, как это делать, но поскольку школа, это как юридическое лицо, имеет очень ограниченный канал интернета, у нас просто долгое время не было возможности физически организовать подобные виды вещи. Но постепенно, да, с развитием технологий, с развитием все-таки политики наших провайдеров, у нас появился более-менее сносный канал и, соответственно, мы начали думать уже в этом. Купили одну камеру, понравилось, купили вторую, понравилось, начали думать, как объединить эти камеры вместе, с использованием табло, как картинка в картинке. И постепенно мы выстроили систему, которая позволяет, в принципе, вести полноценную интернет-трансляцию вживую, онлайн и также привлекать, допустим, спортивных комментаторов, включать рекламные ролики и использовать как полноценную маленькую эфирную студию. То, что вы делаете, не остается незамеченным даже на уровне области, на уровне региона, о чем свидетельствуют уже и награды, которые получаете вы, получается спортшкола, гранты определенные вот за это. А вы человек сам, честолюбивый, с самого начала как-то хотели бы выделиться вот в этом плане? Нет, меня больше интересует эффект, который производят мои действия, а персонализация моих заслуг, она меня слабо интересует. Поскольку я занимаюсь не только техническим обеспечением всей этой работы, я также занимаюсь той же журналистикой, приходится писать статьи, занимаюсь фотографией, потому что некому больше фотографировать в спортивном мероприятии. Но у меня есть фотоаппарат, есть опыт, соответственно, так же, как спортивный репортажник, у меня очень много фотографий скопилось за три года. Беда в том, что именно политики и направления и требований к подобного рода работе их просто нет. А люди на себя никогда не будут брать лишнюю работу, даже если она будет интересна. Ну а вы сами получаете удовлетворение, вы плоды своей работы видите, сколько человек смотрит эту онлайн-трансляцию, где, в каких уголках, сколько вообще человек сайт просматривает? Конечно, у меня есть полная статистика, я очень это отслеживаю. И, конечно, как я и говорил, что плоды работы, они заметны. В частности, вот на заднем плане, в виде цифр, статистики, отзывов. Даже люди звонят, говорят спасибо после каких-то соревнований на телефоны там в школу. Очень приятно. На сегодня можно сказать, что система информационного обеспечения соревнований в нашем комплексе физкультурно-оздоровительном, в нашей спортивной школе, она уже сложилась? Или есть к чему стремиться, есть куда двигаться, в каком направлении есть возможность развиваться? Если сложилось, сразу уже неинтересно. Всегда хочется что-то добавить, что-то изменить и оптимизировать. Потому что, действительно, комплекс получился очень серьезный. Мы сейчас говорим про единый спортивный календарь, спортивных мероприятий Углевского муниципального района, которого, в принципе, нет вообще нигде в регионах и даже в соседних. Ну что ж, мне остается поблагодарить вас за вашу работу, за популяризацию спорта в нашем районе и в нашем городе. Пожелать дальнейших творческих успехов и спасибо вам за сотрудничество. Вам спасибо, приходите еще. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. А мне остается только добавить, что нашим партнерам, как всегда, был магазин мужской одежды «Статус», расположенный на втором этаже Северного рынка и по адресу улица Луначарского, дом 2, дробь 14. Товары мировых брендов, томфар, саваж и многое-многое другое вы сможете приобрести в магазинах мужской одежды «Статус». Магазин «Статус» для вашего статуса. И на этом я с вами прощаюсь с пожеланиями всего самого доброго и наилучшего. Будьте счастливы, здоровы и, конечно же, не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова